Такое занятие, как раскрашивание, учит детей концентрироваться, повышает внимание, развивает фантазию, считают специалисты. В одном из магазинов Чувашского книжного издательства решили совместить полезное с полезным. Сегодня там провели мастер-класс «Я рисую чувашский костюм». Мама с девочкой собралась на прогулку и встретила подружку. Видите, уже у нас головные боли чуть-чуть другие, отличаются. А это уже парень с девушкой идут на праздник на игрище у Явы. Ведущий редактор детской литературы Ольга Федорова предлагает участникам мастер-класса самим выбрать картинку для раскрашивания. Решать, какого цвета будет платье, рубашка или фартук дети тоже будут сами. Хотя вариантов в традиционном костюме немного. Вот видите, раньше чувашская одежда была такая, она белая. И в основном какие тут цвета вы видите? Красного очень много, еще какой-то. Конечно, детям интересно использовать все цвета. Даже если рубашка синяя и в понятии традиционного костюма пока не укладывается, ребенок получит общее представление, запомнит форму и элементы. Половину отсюда можно в нашу одежду перенести. Примерно в кофту сделать вот такие вот узоры, ну и пояс. Девчонки там понятно, они платья, костюмы, да. А вам тоже интересно? Угу. Почему? Потому что они красивые. Платья, тухи. Я была в деревне на чувашской свадьбе. Была еще маленькая. Мне было очень интересно. Женщины были в чувашских костюмах. Я все смотрела на них наверх и любовалась. И для меня это, для городской девочки, приехав в деревню, увидеть такой костюм, для меня это было тогда в диковинку. Я рисую чувашский костюм. Это первый мастер-класс чувашского книжного издательства. В планах продолжить такой формат. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.